Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Асфальт уходит из-под ног. Корреспонденты телеканала ННТ разбирались, куда делись миллионы, выделенные на дорогу в поселке Семендер. За лучшие знания о пророке. Школьница из Ленинкента получила путевку на малый хадж Умра. Три золота, две бронзы. Дагестанские тэквондисты победили на первенстве Европы среди юношей и девушек до 14 лет. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил выговор министру труда и социального развития Мураду Казиеву, а министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов получил замечание. Соответствующие распоряжения размещены на официальном сайте руководителя республики. Причина дисциплинарных взысканий в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Штраф до 30 тысяч рублей за нарушение правил грозит владельцам самокатов. В том числе речь идет об управлении транспортом без госзнаков, вождении в состоянии опьянения, перевозке пассажиров, превышении скорости более чем на 40 км в час. За эти нарушения им будут грозить штрафы от 500 рублей до 30 тысяч, а также арест от 10 до 15 суток. Кроме того, предлагается ввести обязательную регистрацию СИМ с выдачей для них номерных знаков. Такой пакет из нескольких законопроектов при поддержке Национального автомобильного союза внесен на рассмотрение в Госдуму. И снова Дагестан в аусайдерах. На этот раз в рейтинге по развитию науки и техники. Вместе с нами по научно-техническому развитию среди регионов России оказалось еще пять республик Северного Кавказа. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента. Так, на последнем, в 85-м месте, как и в 2021 году, находится Ингушетия. На 79-й строчке рейтинга расположилась Карачаево-Черкесия. Чечня заняла 77-е место, поднявшись за год на 4 строчки. Наша республика стала 76-й в списке, не поменяв свои позиции с 2021 года. В Дагестане разработают концепцию программы комплексного развития общественного транспорта до 2030 года. Данное поручение в ходе совещания по актуальным вопросам Сергей Меликов адресовал Министерству транспорта и дорожного хозяйства. Новый документ, по мнению главы региона, должен быть синхронизирован со стратегией развития республики до 2030 года. Он также предложил презентовать проект публично с приглашением общественных деятелей и населения. Новая дорога протяженностью 1200 метров строится между поселком Семендер и селом Красноармейск. Уже завершен капитальный ремонт проезжей части и тротуара. Также параллельно ведутся работы по устройству уличного освещения. Обустроена гравийная дорога от подъездной дороги до улицы Буйнахского. Также начатое мероприятие по строительству моста, соединяющего улицу Новолагскую с подъездной дорогой к новой школе через дренажный канал для безопасного передвижения участия школ и их родителей, для сокращения пути к школе и обратно домой. Сам мост строится по уникальной технологии и будет бесшовным. Его строительство планируется завершить до конца этого года. С соблюдением всех сроков была сдана еще одна дорога в поселке Семендер. Правда, было это два года назад, но этого небольшого отрезка времени хватило, чтобы она пришла в негодность. На объект, согласно документам, потрачено ни много ни мало, более 24 миллионов бюджетных денег. Все ли средства ушли на асфальт или же кто-то сэкономил на качестве? В вопросе разбирались наши корреспонденты вместе с активистами Народного фронта. Слово Патимат Ханаповой. Картина такая, что без слез не взглянешь. Асфальт начал волнами уходить из-под ног. Явление встречающееся, но обычно такое происходит спустя десятилетия. Этот случай уникален, ведь с момента прокладки дороги не прошло и двух лет. Ну, остается только на лошадях, наверное, здесь передвигаться, потому что на машинах это не вариант делать. Надеюсь, что в ближайшее время с этим как-то разберутся и приведут порядок в наши улицы. Некачественная работа подрядчика или большегрузы. Местные жители выдвигают свои версии случившегося. Люди признаются, груженные машины здесь нередки. Но и налицо факт экономии. Это хотел бы сказать по поводу качества дорог. Да, согласен с тем, что КамАЗы большие, большие грузы заезжают, не выдерживают дорогу. Но, тем не менее, она сделана некачественной. Машины страдают ваши? Да, конечно, в том месте постоянно задевают нижнюю часть машины. Хотелось бы, честно сказать, благодарен, если бы пришли и исправили. И сделать, наверное, какое-то специальное ограждение, чтобы большие грузы не заезжали. Так, согласно техзаданию, компания должна была проложить 15 сантиметров песчанно-гравийного слоя. Но ограничилось грунтом. А вместо положенных 9 сантиметров осветобетонного покрытия зафиксированы всего 4. Чтобы понять, что за 20 миллионов можно было построить дорогу получше, экспертам быть не нужно. Но по итогу мы имеем дело просто с какой-то разбитой полоской асфальта, которая на первый взгляд выглядит как грязевое месиво. Здесь не то, что передвигаться на машине, но даже проходить пешком проблематично. Согласно проекту, подрядчик дает пятилетнюю гарантию. В случае недочета он обязан устранить нарушения. Однако, говорят люди, исполнитель лишь единожды залатал пару ям, которые спустя несколько месяцев вновь пришли в негодность. Надо спросить причину у специалиста, почему он так проваливается. Мы-то не специалисты, но некачественная работа, скорее всего. Что-то упустили они, что-то не доложили туда. Лишь бы сделать и отчитаться. Я здесь грузовой машине, то есть газели я не загоняю. Здесь поломается. Настолько тонкий слой? Тонкий слой, легкую машину, легкую машину выделю. А так газели я не загоняю сюда. Отметим, что работы здесь проводились в рамках проекта безопасные и качественные дороги. Республиканский народный фронт регулярно мониторит на качество объекта, возводимые в рамках данной программы. Считаю, что самая большая проблема в данном участке – это некачественный и несоответствующий контроль со стороны заказчиков ЖКХ города Махачкалы. Мы обращались уже в администрацию города Махачкалы с требованием в ближайшее время провести изучение ситуации, восстановить нарушенные слои и проверить всю дорогу. Мы до сих пор не получили ответа. В случае несовременного ответа мы вынуждены будем обратиться к прокуратуре из Пуликидагестана. Эта информация будет передана в другие надзорные органы. Как бы ни завершилась эта история, понятно одно – дорогу, строили не на совести, качество выполненных работ не соответствует количеству освоенных на эти цели миллионов. Видимо, это и есть тот случай, когда под слоем асфальта ничего спрятать не получилось. По теме Тханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. Школьница благодаря своим знаниям получила путевку на Малый Хадж Умра. Образовательный конкурс по жизнеописанию пророка Мухаммада проходил среди учащихся средних учебных заведений поселка Ленинкент. В мероприятии приняли участие 150 детей. Они выполняли письменные задания в местной центральной мечети. Торжественная церемония состоялась в банкетном зале. Победителям и призерам вручили ценные призы и денежные вознаграждения. А главная из них – путевка на святые земли Мекки и Медины. Мы все, без исключения, победители. Я вас уверяю, нет ни одного проигравшего. Почему? Потому что наша большая, самая главная цель была в том, что мы получили знания о пророке, саллиллаху алейху саллимом. Хочу поблагодарить родителей за то, что не остались в стороне, воспитали таких детей, которые любят Хасан Николая, саллиллаху алейху саллимом, которые изучают жизнь Хасан Николая, саллиллаху алейху саллимом, и которые будут, иншаллаху, стараться следовать тому, что они прочитали из жизни Хасан Николая, саллиллаху алейху саллимом. И о спорте. Дагестанские тэквондисты победили на первенстве Европы среди юношей и девушек до 14 лет. На соревнованиях в Белграде отличились воспитанники спортшкол Хасавюрта и Махачкалы Абубакр, Шиих Магомедов и Рамазан Расулов, а также Исмаил Исмаилов. Также в активе наших спортсменов еще две бронзовые награды. Их обладателями стали Аминат Рамазанова и Исмаил Магомедов. В Махачкаре на базе общеобразовательная школа номер 54, что в поселке Семендер стартовал первый этап школьной футбольной лиги Дагестана. Турнир открывали юные игроки. Матчи проходили по олимпийской системе. Победители внутреннего этапа представят свою школу на муниципальном уровне. Команды «Горячо» поддерживали дети. Они вывесили баннеры в поддержку своих ребят, распевали речевки и радовались голам больше самих футболистов. Играм предшествовала торжественная часть. К участникам турнира обратились директор школы, мать-герой России Сапежат Мазаева и руководитель спортшколы Миноборнауки Александр Маркаров. Прекрасная установка, такая патриотическая подоплевка, такая направленность мы здесь. И вот я думаю, что здесь многие, многие здесь ребята, помимо того, что они еще будут играть в школьной футбольной лиге, они еще будут попадать в различные секции. Это важный момент для этой школы. Школа замечательная, вообще, честно говоря, я давно в школах не был, но вот такая, за короткий срок, за почти меньше двух месяцев, все так здорово сделано. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.